Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение и комментирование песни песней. Перед нами шестая глава. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Прошлая глава закончилась потерей возлюбленного и обращением к дочерям Иерусалима с просьбой о помощи. Здесь просьба услышана. Связывать текст в последовательное повествование нет нужды, так как это, в общем-то, привносит в него предполагаемую толкователем структуру. Фрагмент может завершиться этим ответом дев, а может и последующими словами героини, указывающей, где обычно пребывает юноша, что, однако, нужно заметить, выглядит несколько странным, так как если она знает, где он, то для чего и помощь подруг. Можно, конечно, допустить, что подруги нужны ей как свидетельница, которым она неспроста выше рассказывала, что изнемогает от любви. Они смогут свидетельствовать о силе чувств героини перед обиженным возлюбленным, которого она так глупо отвергла. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветнике ароматное, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Автор, возвращая читателей в сад, присутствовавший в начале повествования, и сама структура текста как бы сворачивается в этой главе в кольцо. Вновь поиски, сад, восхваление красоты героини. При всей неоднозначности структуры произведения она все-таки имеет явные черты композиционного единства, некой целостности, проявляющейся в рефренах, в главных темах, в вариантах их раскрытия. Поэтому соотнесенность фрагмента со второй и четвертыми главами не случайна. Произведение вошло в кульминацию в пятой главе описанием брачного союза и высвечиванием самого яркого призыва всей книги «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные», а еще более конкретно он звучит в ином переводе. «Насыщайтесь, друзья, пейте и пьянете от любви». А вот уже вокруг этого фрагмента концентрически располагаются остальные части произведения. «Прекрасно ты, возлюбленная моя, как фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Череда повторяющихся восхвалений красоты героини предваряется здесь с сравнением с двумя городами – Тирцией и Иерусалимом. Это обратное уподобление. Обычно города сравнивают или олицетворяют с девушками, что коренится в общем-то в особенностях иврита, усваивающего всем названием городов женский род. Упоминание Тирцы особенно интересно, так как связывает эти слова с крайне узким периодом истории Израиля – концом X века, когда единое государство Соломона распалось на Иудею и Израиль. Тирца стала столицей Северного царства. Если рассматриваемый нами текст есть литературная редакция какой-то такой израильской любовной лирики, то, несмотря на свое иудейское происхождение как завершенного текста, он отражает в таком случае именно общие израильские мотивы. Поэтому вполне вероятно, что влюбленный сравнивает красоту девушки с прекраснейшими из городов евреев, то есть с их столицами – Тирцей и Иерусалимом. Ярка здесь и игра слов. Тирца созвучно с глаголом «рца» – «желать», а Иерусалим в обычном прочтении с «шалом» – «с миром». А замечу, что Раф Авраам Гедалия дает вариант этимологии от «иеру» – «страх» и «шламут» – «совершенство». И тогда мы получаем, что девушка не просто красива, как эти города, но она и желанна, и мирна, или же желанна, но внушает трепет своим совершенствам, исходя вот из этой этимологии. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Уклони очи, то есть отведи взгляд. Но это, безусловно, не означает, что герой робеет от взгляда девушки. Напротив, взгляд любимой будет желание, но, видимо, место и обстоятельства встречи не дают влюбленным возможности одарить друг друга ласками, поэтому он и не желает разжигаться. «Волосы твои, как стадо коз, сходящее с галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят и бесплодный нет между ними, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей, увидели ее девы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее». Последние стихи имеют двойственную коннотацию. В непосредственном смысле они означают, что для юноши возлюбленная прекраснее любой из женщин царского гарема, при том, что сам герой отождествляется здесь с царем. Но описание уникальности этой голубицы параллельно описанию пророком Нафаном овечки, овечки-бедняка, одной из самых мрачных историй дома Давида, связанной с рождением как раз Соломона, историей Урии и Версавии. Пророк Нафан, придя к Давиду с притчей об единственном достоянии бедняка, об овечке, и ненасытном богаче, забравшим ее, превращает ее для царя в слово суда. Сама исходная ситуация данного фрагмента является травестией примеркой на себя чужого, более статусного образа, отягченного, как мы видим, и своим скелетом в шкафу. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Несмотря на сходство образов с предыдущими главами, мы видим изменение их использования. Перед нами как бы германифтическая спираль. Новая встреча со знакомым выражением рождает в нас иное понимание, иные смыслы в сравнении с предыдущими его прочтениями. Так будет и с этим стихом, который первый раз слышен из уст хора, Дефа Иерусалима. Здесь от юноши. Но полноты понимания читатель достигнет позже, когда встретится с подобным фрагментом в третий раз. Я сошла в Ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвелили гранатовые яблоки. Я спустилась. Синодальный перевод вслед за септуагинтой считает, что речь здесь идет о героине. Однако о схождении в сад уже говорилось в начале главы, и там речь шла о юноше. Поэтому современный перевод российского библейского общества предполагает здесь чтение «Я сошел», указывая на продолжение речи героя. Имея в виду параллель главы с предыдущими главами, можно увидеть здесь отсылку к второй главе, где юноша призывал любимую выйти к нему, а она ссылалась на незрелость, говорила «Виноградники наши в цвете». Сад – метафора возлюбленной. И любимый выходит вновь посмотреть, что сейчас происходит в «Винограднике». Распустились ли лозы, цветут ли гранаты щек, многократно упомянутые выше. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Можно увидеть здесь параллель с поисками возлюбленного из первой главы, где для того, чтобы обрести его, нужно было последовать за другими пастухами. Здесь поиск влечет к колесницам знати, а с точки зрения некоторых из комментаторов, и возводит на колесницу, если ее возлюбленный Соломон. Но более вероятно, что это продолжение речи героя, и тогда это метафора при вознесении его сердца от любви. Как бы «И вдруг не знаю, как случилось, я словно вознесся с нею в колеснице князя народа моего». Или «Что со мной сам не знаю, она вознесла меня на колесницу знати». Продолжение следует...